Это канал Двигатель Бизнес Реалити. В предыдущих выпусках мы пытались выгодно купить сразу три трактора. Смещением техника в хорошем состоянии. Она работала в садах, вот они за моей спиной как раз. Но события, которые начали разворачиваться во время сделки, не дали нам осуществить свою задумку. Я никаких показаний, я никого не вызывал, кого надо. Так, а вы машину-то уберете, нам уезжать надо. Блять, прям в каком-то фильме, блять. Вдобавок мы остались в минусе. Цена опыта, который я получил. А что будет сегодня? Очередные приключения. Не переключайтесь. Ну что, друзья, мы, кажется, нашли символ нашего канала. И тот комментарий, который получит больше всех лайков, получит от меня 5000 рублей. В адрес тех подписчиков, которые пишут о том, что негодяй заставляешь людей работать на улице. Ребята, это был переходный период. Реклама приходит сразу. Там три погоды. Осталось нам еще, не знаю, какое-то палящее солнце. Вот оно уже есть. Осталось только цветущую траву. Все, что надо у нас есть. У нас в российском регионе на удалении 100 километров от Питера. Все, что хочешь. И это, друзья мои, сегодня 22 января. На улице плюс один. Обалдеть просто. И чем нам это все выльется? Наверное, мы узнаем к концу весны, когда начнет падать снег в июне. Друзья, всем привет. Вы смотрите канал Двигатель Бизнес Реалити. Мы продолжаем изучать нашу страну, необъятную Россию. Сегодня мы приехали в город Псков. Зачем, я расскажу вам чуть позже. А сейчас я должен поставить финальную точку в нашей истории с тракторами. Должен признать, что мною были совершены ошибки. Сейчас я уже это отчетливо понимаю. И, скорее всего, третьей серии продолжения истории про трактора не будет. Первое, что я сделал не так, конечно же, не нужно было ввязываться в авантюру с покупкой предбанкротного имущества, потому что фактически, юридически, оно было в подвешенном состоянии. Еще одна очень важная ошибка, которую я совершил, она связана с регистрационными действиями, потому что я по привычке пытался связать регистрацию наших тракторов в Гостехнадзоре с регистрацией в ГИБДД. Это совершенно разные процедуры. И нужно понимать, что трактор, покупая на номерах, ты получаешь огромный геморрой в дальнейшей постановке его на учет. В целом, если бы не произошло то, что с нами произошло, мы бы получили три трактора, которые было невозможно поставить на учет. И непонятно, чем бы все завершилось, с учетом того, что компания на сегодняшний день подала на банкротство. Друзья, остались считанные минуты до того, как я смогу вам показать этого красавца, за которым мы приехали сюда, в город Псков. Я давно его искал и неожиданно для себя нашел настолько недалеко... О! О чем я и говорил. Салют еще надо. Прикольно. А это, кстати, да, мы в него будем погружать, и в Питере, в Пулково с вами увидимся. Так что смотрите этот выпуск до конца, ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчик, и вы всегда будете в курсе о выходе новых серий канала «Двигатель». А мы погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Почти Ну что, друзья, мы, кажется, нашли символ нашего канала Я бы не хотел, чтобы вы проводили аналогии в плане того, что старый, дряхлый и так далее Я бы хотел показать вам его в том виде, в котором я однажды его увидел в интернете Хочу его довести до такого же состояния, в такой же раскраске Чуть позже, в следующих выпусках, я вам расскажу А сегодня, сейчас мы будем подписывать договор куплю-продажи, если таким его можно назвать Потому что документов на этот трактор нет Нет ни ПСМ-ки, ничего в целом И номера тоже нет Есть только номерные агрегаты и все Есть какой-то владелец, Антон, который нам его продает Сейчас мы напишем какую-то бумагу И 300 километров блудника опять перед нами Расстояние между Псковом и Питером ровно столько 300 километров Сейчас мы ждем эвакуатор А пока будем писать договор куплю-продажи Трактор МТЗ-50 начали выпускать в 1962 году в Минске Машина очень отличалась от своих предыдущих товарищей Двигатель с электрическим стартером Гидроусилитель руля Устройство механизированной заправки топливом И раздельно-агрегатная гидравлическая система Вес машины был снижен почти на 400 килограмм МТЗ-50 производили по стандартной схеме для тракторов сельхозназначения С полуранной конструкцией А по спецзаказу машину можно было дополнительно оснастить необходимым оборудованием Например, съемные гусеницы для прохождения по глинистой почве Или шланги с цепки для соединения гидросистем трактора и сельхозтехники И многое другое МТЗ-50 быстро стал популярным Его ценили за высокую проходимость По запросам сельхозугодий стали появляться разные модификации базового трактора У каждой из них появилось свое обозначение Внешний вид машины также менялся Трактор выпускался до 1985 года За это время с конвейера сошли 1 миллион 256 тысяч 800 машин Что нам достался МТЗ-50 1969 года выпуска Я его сфоткаю Каково? Пока я вижу... Ну, кстати говоря, здесь один огромный плюс в том, что немного агрегатов Поэтому в целом проблем, наверное, очень много быть не может Основная проблема, которая перед нами сейчас встанет Это, конечно же, документы Все остальное в целом дело техники, как говорится Поэтому отправляю жене, чтобы она порадовалась Что у нас там такое и есть интересное? Мне кажется, я даже не смогу на нем тронуться Так, вот это, наверное, первое Так, вот это, наверное, первое Убибает Ну что? Приключение опять начинается, да? Все будет нормально А пока наш дедушка движется в Питер Мы расскажем, какие изменения произошли на базе за последнее время Напомним, в октябре мы получили постановление правительства Санкт-Петербурга О том, что нужно срочно освободить площадь, на которой находится наша база Экстренный переезд не позволил сразу наладить полноценную работу А недавно на базе появился главный механик Задача которого – привести все в порядок Узнаем, как сейчас обстоят дела Друзья, всего какие-то считанные месяцы Алексей работает в нашей компании И уже сегодня мы видим изменения Они видны невооруженным глазом Первое, что бросается – это на заднем фоне, наконец, у нас есть ангар Вот, а дальше Алексей нам покажет базу и расскажет, что было сделано Какие у нас новые введения, изменения В общем, погнали Ну, во-первых, было отсыпано покрытие с правой стороны Вот здесь вот, да, асфальтом? Да, потому что к тракторам было не подойти Здесь ремзона будут убраны ворота Здесь, да, мы сделали? Ну, у нас здесь был временный склад Сейчас все переехало, мы теперь сюда То есть здесь можем спокойно загнать технику, да? Да, здесь влезать, по идее, должно влезть два тракта То есть здесь будут убраны ворота Будет убрано примерно вот все, вот готово к балке Там будет натянут тент с тросом То есть трактор зашел, тент отодвинули Трактор зашел, тент задвинули Но потом можно сюда поставить буржуйку на отработку Чтобы она как-то что-то давала тепло какое-то И в целом тут можно спокойно работать От ветрозащиты, главное, есть от воды защиты? И от воды, чтобы зашел, вот вода не текла Это, кстати, в адрес тех подписчиков, которые пишут о том Что негодяй заставляет людей работать на улице Ребята, это был переходный период Просто мы полномерно строим базу Вот у нас есть ангар, у нас есть навес Здесь мы можем ремонтировать, раскатывать спокойно технику Сейчас скоро мы придумаем приспособы, всякие подставочки Здесь будет очень хорошо, здесь можно закатывать Я посмотрю, примерно два трактора запросто Ну, здесь осталось навести немножко забору порядок Но мы пока этим не занимаемся, потому что я так понимаю, что забор у нас все-таки переедет Самое главное, это домик Вот эти окна мы на пластиковые заменим Надо замерить ширину, какая ширина, высота Ну, приблизительно поискать там на вид, может быть, что-то найдем Здесь вот у вас импровизированный навес Здесь еще руки, к сожалению, не дошли Здесь также будут, скорее всего, вот те тенты, которые газелевские есть Я думаю, что мы их используем Вот здесь и закроем, в двух сторон Здесь будет какое-то крытое такое вот место, где заниматься каким-то мелким ремонтом У нас, кстати, есть еще лебедка, которую можно использовать Я хочу здесь поставить, типа, небольшого навеса Опять же, если мыслим, да-да-да-да И все железо, то есть, допустим, бару Все крупные, вот эту щетку Хочу поставить туда, чтобы это, во-первых, не мочило Ну, такого небольшого навеса То есть, вот из того же профнастила То есть, поставить две ноги И вот так под скосом небольшой навесик сделать Вот, чтобы все это здесь Ну, и вот этот угол остался В таком безобразном состоянии Но до этого тоже руки дойдет Тоже здесь все поубираем А сейчас главное, что уже нету такого Такой слякоти, уже как бы и лучше получается Ну, что, пойдемте посмотрим вид С высока Рассказывая про вагончик Нужно вспомнить те муки, которые мы проходили Его создавая Те товарищи, которые делают В целом, наверное, очень понаслышке Зная, что такое каркасная технология В целом, вагончик это каркасная технология В ней утеплитель, пароизоляция и ветрозащита Все это было сделано с нарушением технологии Хорошо, что Алексей приезжал на приемку Но до сих пор у нас есть нюанс Я вижу, что с внутренней стороны Когда дождь идет, подтекает немного Надо посмотреть Кстати, у меня есть с собой тепловизор Сейчас мы поднимемся Включим посильнее печку Она наберет вагончик Нагонит тепла И я посмотрю с тепловизора Посмотрим, что получится Лестницу Ноги делают железной Но в целом Здесь нет такой проходимости Алексей молодой парень Который может спокойно поднимать ноги А те, кого не надо Сюда залезать и не смогут И не надо Да-да-да Поэтому мы решили сделать ее деревянной В целом быстро Экономично и бюджетно Металл стоил бы, наверное, раз в 10 дороже Да, если... Так, давайте посмотрим Есть у меня такой комнатный Тепловизор Который может показывать Какая у нас температура Посмотрим теплопотери вагончиков наших Бытовок Мы, чтобы вы понимали Топимся электричеством Электричество здесь стоит 7,60 за киловатт Через окна Окна плюс 4 показывают То есть Там одинарные окна Эти окна обязательно надо менять Потому что мы Из этих окон Точно улетим в трубу Очень сильная Вот район Тоже показывает Пожалуйста Смотрим на новый вагончик В целом Вот Хорошее Двухкамерное стекло Минус 7 А здесь плюс 4 Разница почти 11 градусов То есть Представляете Какие теплопотери тут идут Ну Вот Не вооруженным взглядом Точнее Вооруженным взглядом Скажу что В целом Крупных теплопотерь нет Но я уверен Что они есть Со стороны двери Здесь кстати Вот над дверью Тоже проблема Здесь он Плюс 7 вообще То есть Тепло выходит Через дверь Серьезно Сверху здесь Стихонит Компет Здесь вот надо Что-то придумать Уплотнения какие-то То есть Здесь вот Просто выходит тепло Спокойно Беспрепятственно Ну опять же Такого криминала Прям здесь нет В одно отверстие Для электричества Его тоже надо бы заделать Вроде бы кажется ерунда Но Вон смотрите кстати Даже конденсат образуется Здесь нужно пену Купить вон Начинаем пользоваться Пользоваться новыми Приспособлениями Для Например Ремонта Сейчас у нас Все поломки Регистрируются В приложении В которое Механик заносит Все неисправности Ребята Трактористы тоже Если у них что-то происходит Вносят Неисправность В онлайн Нашу базу И В принципе Мы все видим Какие неисправности На какой технике есть Заказываем Материалы Запчасти Точнее И их устанавливаем Также мы можем следить За временем Прохождения ТО То есть По моточасам Ребята пишут Что вот тогда Это нужно пройти Когда пройдено ТО Значит Ставится отметка В программе И Дальше у нас идет Отсчет 250 моточасов Между Интервал Между ТО То есть В целом Работа Становится лучше Мы оцифровываем Наш бизнес Ну В принципе Наверное То чего мы добивались В целом Достигнуто Сейчас вот Алексей Немножко обживается Мы зайдем Чуть позже Вовнутрь Покажу Пока там еще Особо нечего Показывать Вагончик Просыхает После того Как его построили Из доски Неверной Влажности Но это Видимо Нормальная История для всех Кто делает Такие бытовки Потому что Это все Разовая история Но мы Подошли к этому вопросу Более серьезно Но в целом Я думаю Что у нас получилось Несколько дней Она сушилась Сейчас она высохла И скоро Можно будет Стелить пол И тогда Алексей уже Полностью расскажет И покажет нам Свои владения В целом Работы еще много Сейчас зима И немножечко Все подзастыло Поэтому нету Такой Нету Мягкого грунта Под ногами Но в целом Я бы здесь Конечно еще Сделал Отсыпку Наверное Ближе к лету Когда начнут Снимать Асфальт Мы здесь засыпем Все асфальтной крошкой Может быть Даже укатаем Катком Но для начала Наверное Сделаем Из вторичного щебня Подушку Засыпем все Крошкой асфальтной И у нас здесь Будет прям Ну Прям супер Супер Хорошо Наконец-то Трактор у нас На базе И сейчас Мы обсудим Что же мы будем Делать с ним В ближайшее время Ну Пока Владимир Пытается его завести Как вы видели Хозяин предыдущий Делал это Очень быстро С одного раза У нас еще Пока не хватает Сноровки В целом Есть ряд проблем Которые Видно Невооруженным Взглядом Конечно Время его Не пощадило Но На что бы я хотел Сразу обратить внимание Посмотрите Какое Качество Железа То есть Здесь Сбита была Краска Довольно давно И видно Что она Даже не Проржавела Ну Наконец-то Он завелся Такая довольно Аскетичная кабина Вот так вот Плохо закрываются Дверцы Но это пока еще В дальнейшем Мы сделаем Все будет нормально Здесь вот крыша Требует Ремонта Все это Мы перейдем В порядок Органы управления Вот эта педаль Сцепления Педаль тормоза Почему-то Один тормоз Заевший Так Вот эта ручка Переключения скоростей Я пока Ставлю Наугад Нет Не получается Вот что-то Я поставил Какой-то Поехали Это кстати Первый раз Я за рулем Такого Трактора Приборы Работают Все работает Правда Где задние У него Я не особо Понимаю Но Это конечно Это эмоции Я вам скажу Дует отовсюду Здесь не работает Отопитель Тепло Здесь От двигателя Вот смотрите Как должна была быть Дверь И что-то мы Такое будем Делать Наверное Такой же замок Где-то будем Искать Здесь его Вырезали Вырезали Какой-то Сюда Минудов Много Грязи Но это все Под покраску Поэтому Глушим И обо всем Поподробнее Наш МТЗ-50 Оснащен Четырехцилиндровым Дизельным двигателем Д50Л С бензиновым Пускателем Коробка передач Имеет Девять скоростей В направлении Вперед И две Назад Мощность двигателя 55 лошадей А максимальная скорость 26 км в час Это наверное Даже вырезали Скорее всего Кабина родная Но у оригинала Здесь сверху Фанера Либо где-то Тент я видел Мы наверное Сделаем Нормальную Крышу Чтобы она Выглядела прилично Попробуем Все резиночки Вот эти поменять Все стекла Поменять Чтобы они были Как новые Крылья Вот здесь Кстати Толщина металла Удивляет Потому что Это родные крылья Скорее всего И они еще даже Ну И здесь Они не прогнили А их просто вырвало Может быть Заживало колесом Резина может быть Тоже Практически Тех же годов Но она очень Такого Вот насчет Заднего зеркала Я не знаю В оригинале Оно было или нет По-моему Есть одно Но оно явно Круглое Должно быть Здесь оно Прямоугольное Его на выброс Это все тоже Надо заменять Все дырки лишние Убирать Заваривать Диски требуют ремонта Причем вот с этой стороны Нормальные диски А с другой стороны Там прямо Они сильно помяты И их нужно будет Восстанавливать Кстати Фото Которые я видел При покупке Они без вот этого Дефекта То есть Человек Когда покупал Он видимо После покупки Его где-то Вот эту дверь Вмазал Дверь нужно будет Тоже приводить в порядок Но Первым делом С чего мы начнем Мы начнем С технической части С механики Он весь течет Электрика Выполнена Очень Похабно Электрика Которая ведет Она идет Вот таким образом То есть Любая искра Здесь капает бензин Ну в общем Можете представить Что может здесь встать Отмоем весь двигатель Когда мы все эти Или может быть сначала Отмоем двигатель Пены какой-то Да Чтобы понять Где течет Сначала Хотелось бы Наверное Взять активную пену И первоначально Активной пеной Его облить Ну Хотя бы смыть Основную грязь Чтобы потом его завести И понять Откуда течет Но я думаю Что здесь не сложно Будет это сделать Потому что двигатель Довольно чистый Смоем Это без проблем И конечно В идеале Было бы Свести его на мойку Но Пока Это не представляется Пока он без документов Его возить никуда нельзя Здесь есть Некоторые моменты Проблемные зоны Например Вот этого я тоже не видел Она замята Довольно сильно Не знаю Что из этого Можно будет сделать Возможно Придется что-то Может быть Вырезать Вваривать Но что-то мы придумаем Потому что здесь Был такой удар Но металл Я чувствую Здесь просто Очень такой Друзья Многие из вас Могут сказать Денис Зачем тебе Эта старая Рухлядь Которая была Списана Уже на металлолом В утиль Кстати говоря В 2005 году Вот у меня есть справка На основании которой Администрация Там Какого-то Псковской области Уже Списала Его на утиль И В 15 лет Он переходил Будучи уже Списанным Без документов Из рук в руки Разным владельцем И вот Сейчас он оказался У меня Итак Зачем Я его приобрел Трактор я этот взял Потому как Чувствовал Некоторую Скажем так Опустошенность После того Как у нас Сделка с тремя Тракторами Не срослась Конечно же На этом тракторе Никто работать Не будет Этот трактор Взят Исключительно Для души Мы начинаем Новый проект В котором Мы будем Восстанавливать его Есть уже Мысли Как мы его Затюним Если так можно сказать Ну кстати Еще важный факт Этот трактор Без документов Сейчас у нас Начнется Новая Серия Наверное Передач О том Как мы будем Документы Это восстанавливать Пока еще Не знаю Что мы будем С этим делать Но Если кстати Кто-то знает Как правильно Восстановить документы Пишите в комментариях Потому что На него Практически Никаких Нет документов Кроме Вот Какого-то Какой-то бумажки Из администрации О том Что его Хотят Сдать в утиль Может быть Мы повесим На него Навеску И сделаем Какие-то промо Выезды На объекты Наших заказчиков У меня В голове Есть несколько Дизайнов Которые Я бы хотел На нем Применить Но Сейчас Мы решаем Выбираем Обязательно Сделаю выпуск Про то Как мы Какому дизайну Мы придем Друзья мои Нашему трактору Нужно имя Я предлагаю Вам Принять участие В конкурсе И дать ему имя Напишите В комментариях Какое имя На ваш взгляд Самое подходящее Для нашего Старичка Обязательно В комментарии Напишите Как я смогу Вас найти В соцсетях И тот комментарий Который получит Больше всех лайков Получит от меня 5000 рублей И мы Так назовем Наш проект Кстати говоря На сегодняшний день Этот трактор Будет являться Символом Нашего канала Поэтому Прошу вас Пожалуйста Дайте ему имя В следующем выпуске Вы увидите Первые преображения Нашего старичка И узнаете Какие проблемы Выявила дефектовка Не забывайте Про наш розыгрыш Самое интересное Только начинается Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok